МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в студии мы обсудим эти вопросы, именно вопросы пожарной безопасности в лесах, с помощником Буйского межрайонного прокурора Смирновой Елизаветой Николаевной. Лиза, очень рада вас видеть. Пожалуйста, расскажите нам о том, какие изначально есть правила, как себя вести, и как они установлены в законодательстве. Значит, наряду с основными нормативными правовыми актами Российской Федерации, такими как Конституция, Федеральный закон об охране окружающей среды, Федеральный закон о противопожарной безопасности. На территории Российской Федерации действуют правила пожарной безопасности в лесах, которые утверждены постановлением правительства. И они непосредственно уже устанавливают требования к мерам пожарной безопасности, к использованию охраны, защите и воспроизводству лесов, а также к требованию к поведению людей в лесах. К числу общих требований о пожарной безопасности в лесах является запрет на разведение костров в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, в торфянниках, на лесосеках, которые не очищены от порубочных остатков и заготовленной древесины, а также в местах подсохшей травы. Кроме того, установлен запрет на засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, запрет на потребление при охоте пыжей из горющих и тлеющих материалов. Какая может быть ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности в лесах? За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена гражданско-правовая, административная, а также уголовная ответственность. Гражданская правовая ответственность заключается и реализуется в сфере посредством возмещения вреда, причиненного окружающей среде. То есть она возмещается либо добровольно, либо по решению суда. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, предъявляются в течение 20 лет. Также установлена административная ответственность. Это статья 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Так, по данной статье, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, с нарушением требований правил пожарной безопасности, также за совершение правонарушения в лесопарковой зоне и за нарушение повлекшего возникновения лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью, установлена ответственность. И наказания здесь варьируются от предупреждения до административного штрафа, который налагается на граждан в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей, на юридических в размере до 1 миллиона. Стоит отметить, что индивидуальные предприниматели, которые совершают данное правонарушение и действуют без образования юридического лица, по данной статье несут ответственность как юридические лица. И в уголовном кодексе также установлена ответственность за совершение правонарушений. Это статья 261 уголовного кодекса, которая говорит о том, что за уничтожение и повреждение лесных насаждений, то есть в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, также установлена ответственность. Наказание здесь определяется в размере причиненного ущерба от штрафа от 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. Отдельными частями данной статьи предусмотрена ответственность в случае причинения крупного ущерба, либо уничтожения лесных насаждений путем поджога, либо иным вообще опасным способом. То есть если по моей вине загорелся лес, мне придется в любом случае за это ответить? Да. А что вообще происходит сейчас в Буе, в наших буйских лесах? Как обстановка стоит там и были ли пожары в нашем районе, в нашей области? Начало пожароопасного периода в Костромской области в целом установлено с 15 апреля 2019 года. В ходе мониторинга сведений и фактов о наличии возгораний пожаров на лесном фонде на территории Буйского муниципального района не имелось. Между тем, в Межрайонной прокуратуре проводится на постоянной основе надзор за соблюдением хозяйствующими субъектами, а также территориальными органами государственной власти и законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах. Так, в ходе проверки Буйского лесничества были выявлены отдельные нарушения, связанные с тем, что в плане тушения лесных пожаров была указана недостаточная информация, которая необходима для своевременного, эффективного и достаточно полного принятия комплекса мер, направленных на тушение лесных пожаров. То есть в плане тушения отсутствовали сведения, которые имеют очень важное значение. То есть отсутствовали сведения о наименовании пожарной техники, лесопожарных формирований, которые способны прибыть на место лесного пожара, а также информация о резерве средств пожаротушения. Также прокуратурой были проведены проверки хозяйствующих субъектов, а именно организации, которые занимаются лесозаготовками, в деятельности которых также были выявлены ряд нарушений. Основным нарушением являлось отсутствие полностью укомплектованного пункта сосредоточения средств пожаротушения, а также неознакомление работников с правилами пожарной безопасности в лесах и способах тушения пожаров. Ну что ж, вывод, по-моему, только один – «Беречь леса» в вот этот летний период. Это была передача «Город хочет знать», и я ее ведущий Владислав Румянцев. Напоминаю, что в студии у нас была Смирнова Елизавета Николаевна, помощник Буйского межрайонного прокурора. Мы с ней обсудили вопросы пожарной безопасности в лесах. Увидимся в эфире. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»